МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Катерина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Комфортные зоны пребывания, разделение потоков и открытая регистратура. Как выглядит холл первой поликлиники после ремонта? 24 миллиона на пешеходной сети лавочки закончился ремонт сквера Намира. Новый взгляд на чтение. В Пушкинке открылись объединения для детей с нарушениями зрения. Далее расскажем обо всем подробно. Дополнительные меры поддержки мобилизованных и их семей объявил губернатор Глеб Никитин. В регионе вводят право на заключение военного социального контракта, в рамках которого для семей мобилизованного будут предусмотрены конкретные меры поддержки и индивидуальное сопровождение. В числе принятых мер 50-процентная компенсация коммунальных платежей, освобождение от платы за детские сады, бесплатное горячее питание школьникам, бесплатное посещение государственных и муниципальных учреждений дополнительного образования. Эти меры будут действовать в течение срока мобилизации. Кроме того, предусмотрены ежемесячные выплаты беременным в размере 10 тысяч рублей и на каждого ребенка в семье в размере 10 тысяч рублей. Их будут выплачивать до конца года с возможностью продления в индивидуальном порядке. Также в дополнение к федеральным решениям по кредитам мобилизованных вводят региональную меру поддержки. Она предусматривает компенсации по договорам займа и лизингу. Глеб Никитин добавил, что специально для мобилизованных и их семей запускают отдельную горячую линию. По номеру 8 831 233 33 40 можно получить консультации, ответы на вопросы и психологическую поддержку. Обновленный холл поликлиники номер один открылся после ремонта. Там оборудовали комфортные зоны ожидания, открытую регистратуру, расширили помещение перед кабинетом неотложной помощи и разделили потоки. На церемонии открытия побывала наша съемочная группа. Здание поликлиники номер один построили около 30 лет назад, с тех пор его не ремонтировали. На конец мая этого года началась реконструкция холла в рамках совместного проекта Госкорпорации Росатом и ФМБА России в рамках программы совершенствования качества и оказания доступности медицинской помощи. 11 октября обновленную входную зону торжественно открыли для горожан. Благодаря тому, что Саров стал одним из пяти участников совместного пилотного проекта, нам это позволило воплотить задуманное в жизнь и не только произвести ремонты в поликлиниках, но и достигнуть некоторых прорывных важных результатов в организации оказания медицинской помощи. Горожане, саровчане получают обновленную поликлинику. Не только взрослую, но мы побывали уже и в детской поликлинике. И это случилось благодаря тому, что несколько ветвей власти, это город, это ядерный центр, это ФМБА России, госкорпорация Росатом слились воедино и сумели реализовать этот проект. Мне очень сегодня радостно от того, что именно в Сарове мы открываем первые объекты, потому что еще четыре города пилотных проектов, они еще будут открываться. А в Сарове это первая ласточка. С 2018 года больница участвует в национальном проекте «Бережливая поликлиника». Тогда же задумались о ремонте входной зоны. Пока ждали финансирования, сотрудники поликлиники сами проделали немало работы, разделили функции регистраторов и уменьшили тем самым очереди. Внедрили информационную систему, чтобы у каждого врача и без карты был доступ к истории болезни. Но и после всех изменений медикам хотелось, чтобы пациентам в поликлинике было комфортно и удобно. Теперь после ремонта первым делом на входе посетители будет встречать администратор, выдавать справочную информацию и курировать маршрутизацию. И также на него возлагаются функции встречи пациентов маломобильных, те, которые, может быть, сюда будут доставлены на колясках. Регистратура у нас теперь, как вы увидите дальше, она полностью открытая. Если вы обратили внимание, то теперь в этом поле вообще нет амбулаторных карт. Там светлый, просторный, здесь много воздуха. Администраторы не будут отвлекаться ни на звонки, ни на поиски карты, ни на что. Они будут работать исключительно с пациентами. Запись на прием, на текущий прием, на плановый прием. Также оборудовали гардероб, отдельную регистратуру для тех, кто пользуется добровольно-медицинским страхованием или платными услугами. Появилась также зона для кафетерия, скоро он откроется. Также благодаря ремонту удалось разделить потоки пациентов, а делить инфекционных больных от всех остальных. Кабинеты неотложной помощи теперь снабжены большим изолированным холлом, с комфортными местами ожидания. И они находятся в общей массе, в общем зале. Кроме того, этот холл, поскольку он соединяется с инфекционным блоком и имеет выход на улицу, то в случае учения эпидемической ситуации, скажем, коронавирусная инфекция, грипп и так далее, этот блок может быть изолирован и отведен исключительно для приема инфекционных больных. Но на этом проекте совершенствование качества и доступности медицинской помощи не останавливается. Запущен голосовой помощник, который сегодня может одновременно удерживать до 100 звонков. Уже 30% пациентов с его помощью вызывают врача на дом. В следующем году работа над расширением его функционала продолжится. Также благодаря проекту оптимизации процесса плановой госпитализации, пациентам приходится ждать не 2-3 недели, а 3-5 дней, чтобы лечь в больницу. Кроме того, запущен проект по оптимизации процесса направления в Бюро медико-социальной экспертизы. Теперь пациент в небольшие сроки проходит все необходимые обследования и получает документы. Строительство Центра культурного развития приостановлено. Как пояснили в муниципалитете, подрядчик не справился с заданием. Надзорные органы им занимаются. Контракт расторгнут в одностороннем порядке. Вскоре будет заключен контракт с новым подрядчиком. Финансирование строительства обеспечено. Другая важная информация в подборке коротких новостей. С 1 сентября 2023 года изучение истории во всех вузах станет обязательно. На этот предмет будет отводиться не менее 144 часов. Об этом сообщил сайт Миноборнауки России. Повышенное внимание к изучению истории России в вузах позволит противодействовать фальсификации истории в любых ее проявлениях. Формировать у студентов чувство патриотизма, гражданственности, уважения к памяти поколений, ответственности за судьбу страны, отметили в ведомстве. ЕГЭ в 2023 году досрочный период пройдет с 20 марта по 19 апреля, в основной период с 26 мая по 1 июля, в дополнительный с 6 по 19 сентября. Откроет основной период ЕГЭ экзамены по географии, литературе и химии. ЕГЭ по русскому языку планируют провести 29 мая. ЕГЭ по математике базового и профильного уровней 1 июня. Проведение основного периода экзаменационной кампании в 2023 году завершится 1 июля. Госномера с кодом 252 начнут выдавать в Нижегородской области в начале следующего года, сообщает и о времен со ссылкой на источник в региональном МВД России. В настоящий момент выдают автомобильные номера с кодом региона 152, однако их хватит еще примерно 4-5 месяцев. После этого регистрируемым автомобилем будут присваивать госномера с новым кодом региона. Саровские спортсмены Денис Матвеев и Дмитрий Набойченко приняли участие в казанском полумарафоне. Этот забег серии «Таймермен» проходит на дистанциях 3, 10, 21 километр 100 метров. Денис Матвеев пробежал 10 километров за 47 минут 39 секунд. Дмитрий Набойченко пробежал полумарафонскую дистанцию 21 километр 100 метров за 1 час 21 минуту 50 секунд. И занял 14 место из 189 участников в мужской взрослой категории 23-29 лет. Сквер за администрацией на проспекте Мира готов. Работы, запланированные на этот год, завершили, сообщил подрядчик. Дорожно-эксплуатационное предприятие. Ремонт проходил в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Работы первой очереди завершены. Сквер на проспекте Мира снова доступен для прогулок. За лето здесь демонтировали старое покрытие тротуаров, заменили его на брусчатку. Дорожек в парке стало больше. По ним теперь можно выйти на проспект Мира, улицу Дзержинского, а также на проезд Вити Коробкова. Потом проводились работы по восстановлению зеленой зоны. Мы здесь очень много завезли плодородного чернозема и отсеяли новый газон. Вот в основном те виды работ, которые в этом году были предусмотрены, и они были и выполнены. За обновление сквера в рамках федерального проекта «Вам решать» в 2021 году проголосовало около 4000 человек. На первый этап благоустройства потратили порядка 24 миллионов рублей. Но на этом изменения не закончатся. В следующем году приступят ко второму этапу работ, в рамках которого реконструируют фонтан. За него также отдали свои голоса. Саровчане в проекте «Вам решать». Мне нравится ходить через фонтан, потому что так короче, и дорога стала красивее. Удобнее стало ходить? Да. Прекрасно. Очень удобно. Коляску возить, с детками гулять. Поэтому надеемся, что все закончат и будет еще лучше. Молодцы, что начали реконструкцию всего нашего города. И детский парк, и эту площадь. В общем, спасибо руководителям. И пусть продолжают в том же духе. Также в следующем году планируют реконструировать лестничные спуски, примыкающие к скверу. Анна Пилипец, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Жизнь и здоровье добровольцев теперь под защитой. Согласно новому закону с 1 января 2023 года, если при выполнении волонтерской деятельности добровольцу причинен вред жизни или здоровью, он получит компенсацию из федерального бюджета. Волонтеру положено выплаты, если он пострадал при ликвидации ЧАЭС и их последствий, при профилактике и тушении пожаров. При поиске пропавших без вести, при оказании помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий иных катастроф, при помощи беженцам и вынужденным переселенцам, при содействии в оказании медицинской помощи. Компенсация будет назначена, если сведения о волонтере содержатся в единой информационной системе в сфере развития добровольчества добро.ру. Пушкинка объявила набор в группы детей с нарушениями зрения 4-6 лет и 7-9 для библиотечных встреч. В основу работы включены совместные занятия с детьми и взрослыми. Это громкие и комментированные чтения специализированной литературы и развивающие творческие игры. В путешествия по разным странам и континентам юным читателям предлагает отправиться Пушкинка. На занятиях нового объединения для детей с нарушением зрения, куда уже открыт набор, ребят познакомят с Японией, Канадой, Эфиопией, Италией, Аргентиной и другими странами. Помимо историй и культуры этих мест, детей ждут увлекательные национальные сказки. Мы эти книги уже опробировали в индивидуальной работе, и они показали большую такую результативность. Хороший отклик от родителей этих детей мы получили. И как раз хотелось бы создать именно группу с такими детьми и их родителями. Чем мы собираемся заниматься на таких наших занятиях? Конечно же, в первую очередь читать и обсуждать вместе с детьми прочитанные рассказы, истории. Тактильные вставки, яркие контрастные цвета, крупные иллюстрации, выпуклое тиснение по контуру изображений. Специализированную литературу для детей с нарушением зрения библиотека получила в дар около года назад от регионального благотворительного фонда. В основу работы новых библиотечных групп также включены совместные занятия с детьми и взрослыми. Работать мы будем, кстати, не только со специализированной литературой, которая у нас есть, но и с обычными произведениями. И родителям, и детям, какие книги лучше выбирать, с каким шрифтом, с какими иллюстрациями, чтобы ребенку было проще воспринимать материал. На этих занятиях мы будем, ну как же, без игры, обязательно будем играть, использовать и кинетический песок, и манку рисования по манку. Набирают две группы 4-6 и 7-9 лет. Дополнительную информацию о наборе можно получить по телефону 9-17-34. Анна Пилипет, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Студент СПТ имени Музрукова Данил Золотов принял участие в областном форуме студенческих сообществ «Студенты НО». Программа форума включала в себя образовательные мастер-классы, деловую игру и массу других интересных событий. Учащийся третьего курса Саровского политехнического техникума Данил Золотов активно участвует в студенческой жизни. Его основное направление – медиа. На всех мероприятиях техникума молодой человек помогает в организации, отвечает за свет и звук. Как активисту Данилу предложили стать участником областного форума студенческих сообществ «Студенты НО». Он проходил на базе отдыха «Спутник» в Городевском районе. Он был направлен на то, чтобы студенческие активы высших учебных заведений сотрудничали со студенческими активами средних учебных заведений. То есть мы могли делиться каким-то опытом. Как правило, у вузов более развитая структура студенческих сообществ, поэтому ребята из техникумов и колледжей учились у других студентов, перенимали их опыт. На форуме участники прошли образовательные мастер-классы по различным направлениям, поучаствовали в деловых играх, спортивных турнирах, подготовили со своими командами выступления для вечерних мероприятий. Была встреча с министром образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольгой Викторовной Петровой. У нас проходил диалог в формате вопрос-ответ, то есть любой участник форума мог задать ей вопрос и получить ответ на интересующий вопрос. Помимо этого были еще и другие представители молодежной политики. Также в качестве спикеров на форуме выступили специалисты Нижегородского молодежного центра «Высота». Участники вместе провели анализ своей студенческой организации, скорректировали ее работу и структуру, отобрали новые форматы. Данилу больше всего понравилась идея веревочного курса для первокурсников. В дальнейшем хочется, чтобы мероприятия, которые были там, проводились и в нашем учебном заведении, и ребята, которые ездили на форум, чтобы у них проводились эти мероприятия. Потому что, правда, был огромный масштаб мастер-классов различных. То есть наш учебный день рано начинался и поздно заканчивался, потому что все эти четыре дня были наполнены различными мероприятиями. В конце форума всем участникам вручили благодарственные письма. Проект реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь». И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Екатерина Пенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин